Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в группу названия MadOut2. И сегодня мы с вами будем создавать лиховую пожарную машину из этого замечательного баклажана. Я не знаю, короче, что у меня со стёклами, со всеми новыми машинами, которые я приобретаю. У них проблемы со стёклами вообще со всеми. Какие-то разводы, похоже на паутину, и это неприятно, конечно, но что поделать. Может быть, изменить графические настройки, и тогда это всё пропадёт. Может быть, освещение там поменять как-нибудь. Но это уже в другой раз. Итак, переходим в меню тюнинга, и, естественно, начинаем, как всегда, с покраски нашего кузова. И покрасить нам нужно его на этот раз в красный цвет. Вот, приблизительно в такой, потемнее, давайте возьмём. Или даже ещё темнее? Нет, наверное, вот так вот. Да, с этой стороны. Хотя, слишком ярко, наверное. Кажется, когда свет попадает на одну часть автомобиля, кажется, что слишком ярко. А с другой стороны, слишком бледно. Будем ориентироваться по вот этой вот стороне, куда падает свет. Хотя, странно, на самом деле, лампы-то прямо над нами расположены. Но при этом освещение с двух сторон разное. Так, ладно, неважно. Вот такой мы цвет оставляем. Нужно будет не забыть перекрасить также диски, потому что они не подходят, естественно. Можно добавить блеска немного. Да, давайте вот так вот сделаем. Чутка металлика, немного блеска. И всё, с основной покраской мы закончили. Теперь мы начинаем, естественно, с полос. Они будут белого цвета. Размещаем их с одной стороны. И начинаем вот так вот выделять, выдвигать, точнее, расширять. Так, чуть пониже. Ну, приблизительно вот таких вот размеров, соответственно, полоса. Не, на самом деле полоса, по-моему, должна быть в районе, вот в этом районе, в районе ручек дверных. Но тогда, наверное, не особо будет смотреться симпатично. Хотя мы можем так вот расширить, разве что. И сделать вот так. Ну, в принципе, нормально будет, наверное. Ну, давайте ещё увеличим. Вот так. Ну, капот придётся закрасить. Хотя на капоте у нас будут две белые полосы. Ну, вот так вот давайте, наверное, оставим. По идее, было бы хорошо, если бы дверные ручки чуть ниже располагались. Отступ я приблизительно вот такой бы взял. Но, видите, не помещаются в нашу полосу дверные ручки. Так что, ну, давайте сделаем вот так вот, наверное. При этом хоть какой-то, какой-никакой отступ будет. Да, мне кажется, нормальная тема. Вот так и получилось. Так, теперь мы удлиняем. Вот так вот. И, пожалуй, вот так и оставим. Потом закрасим капот и немного его видоизменим. Надписи, естественно, мы, опять же, писать никакие не будем. Мы поставим что-то вроде гербат на двери. И спереди сделаем две полосы. И все. Наверное, даже никаких номеров мы не будем размещать. Вообще, можно, конечно, вместо полос написать 112 или, например, 01. Или вообще МЧС написать. Или пожарная охрана. Но, наверное, мы все-таки сделаем на капоте две полосы. Сзади на багажнике тоже две полосы. А на двери сделаем что-то вроде герба, короче. Выдуманный герб. Давайте сейчас и мы займемся. Я уже не буду воссоздавать какой-то герб существующий. Я выберу что-нибудь. Блин, нам придется бабло, наверное, заплатить. Блин, можно вот эту вот хрень. Смотрите. Сделать гербом. Уменьшить. Вот так вот. На дверь сюда присобачить и сделать круг. То есть некую рамку. Так, мы переместим. И цвет нам нужен синий, наверное. Такой голубоватый даже. Больше голубому. И чуть-чуть потемнее. Вот так вот, я думаю, будет нормально. Так, соответственно, теперь мы берем и добавляем. Добавляем круг. Или можно вот такую вот рамку сделать. Смотрите. Вот так вот сделать. Хотя, может быть, наверное, не очень смотреться. Ну-ка, нам сейчас нужно этот слой запихать ниже. Вот так вот сделать. Ну, хрен знает. Мне кажется, эта фигура все-таки не подходит. Вот этот многоугольник. Давайте его, наверное, удалим и избавимся от него. Вот, добавим снова. Ну, можно круг. Либо вообще квадрат сделать. Давайте попробуем круг. Попробуем круг. Или, может быть, просто белую рамку вокруг оставить. Так, мы снова размещаем слой ниже. А, мы, наверное, просто белую рамку сделаем вокруг. Надо пониже чуть-чуть разместить наш герб, так сказать. Сделаем, короче, вот так вот. Так, теперь вернемся на предыдущий слой. Где он? Точнее, к следующему. И чуть-чуть переместим вот сюда, вот пониже. И уменьшим даже, наверное. Сделаем вот так. Еще чуть-чуть ниже. Так, и теперь мы возьмем еще один круг, сделаем. Соответственно, добавляем фигуру. Сделаем еще круг. Но цвета под кузов. Блин, на самом деле, теперь не особо удастся подобрать цвет. Ну, наверное, приблизительно такой. Нормально. Так, и теперь мы будем помещать его вот сюда. Вот, делаем, соответственно, такую вот рамочку. Только слой нужно снова ниже запихнуть. Ну, вот такой вот герб у нас. Что-то вроде того получилось. Наверное, так и оставим. Или все-таки вот так вот оставим. Не, вот так вот хуже, мне кажется, смотрится. Лучше просто такую вот рамочку сделать. Мне кажется, нормальная тема. В итоге получилось. Ну-ка, давайте сейчас быстренько еще посмотрим на эти вот наклейки, которые здесь есть. Может быть, что-то здесь еще любопытное. Можно вот сюда вот, кстати, засунуть. Как вариант. Сделать вот так вот. Снова слой ниже. Ну, кстати, тоже идея. Блин, мне кажется, подходит. Это, конечно, вроде полицейский значок. Но для герба, мне кажется, идеальный вариант. Тогда в таком случае мы возвращаемся к предыдущему слою. К вот этому мы его убираем, удаляем. И круг мы тоже удаляем. Удалить. Так, теперь мы возвращаемся непосредственно к нашему значку. И немного его смещаем вот так вот. Все, отлично. Мне кажется, замечательно получилось. Так, далее. Что мы делаем далее? Мы добавляем снова новую фигуру. И на этот раз закрашиваем капот. Сейчас придется снова заниматься подбором цвета. Ну, приблизительно вот такой вот. Хотя бы можно дублировать, конечно. Ладно, я все равно тот слой удалил, который я продублировать хотел. И, короче, закрашиваем вот таким вот образом аккуратно наш капот. Так, вот с правой стороны какие-то жирные разводы получились, конечно. Пробую их вот так вот как-нибудь убрать. Ну-ка. Я нормально, нормально. Да. Все замечательно. Капот, соответственно, мы с вами перекрасили. Теперь мы добавляем полосы спереди и сзади. Поехали. Соответственно, снова. На этот раз у нас белый цвет. Снова мы выбираем квадрат. Делаем одну полосу. А я вот, кстати, не знаю, делать вот так вот полосы или прям совсем вот так. Наверное, чуть пожирнее. Приблизительно вот такие вот полосы должны быть. Можно сразу, кстати, растянуть, чтобы и на багажнике они были. Хотя, с другой стороны, теперь они и на крыше. А я вот не знаю, делать ли на крыше. Проводить ли всю эту полосу через крышу также дополнительно. Наверное, все-таки лучше вот так вот сделать. Сделать вот так вот. Одну полосу, соответственно, вторую рядом. Мы делаем копию. И размещаем вторую вот здесь вот. Ну, приблизительно на глаз определяем расстояние. Наверное, где-то вот так вот. Соответственно, теперь мы снова можем сделать копию, чтобы размер не подгонять. И загоняем вот сюда вот назад. Хотя, блин, мне все равно нужно менять размер. Ладно, сейчас подгоним на глаз опять же. И вот до номерного знака спустим сюда вот одну полосу. Где-то отображается, смотрите, еще с левой части крыла по какой-то причине. Прогласительно так, короче. Вот так вот. Создаем копию. Вторая полоса. Где-то вот здесь. Нормально. Надо, наверное, сместить предыдущую немного. Так, предыдущий слой. Вот так вот. Да. Отставим, пожалуй, эти полосы. Соответственно, было бы неплохо, конечно, на крайней, на полосе, которая сбоку находится, написать пожарную службу. Но, к сожалению, будет отзеркалена надпись с другой стороны, с противоположной. И будет это все некрасиво достаточно смотреться. Так, окей. Что насчет дисков? Как мне покрасить диски, кстати? Колеса. Цвет. Белый цвет. Мы просто выбираем. Ну, чуть бы темнее, наверное, потому что диски слишком белого цвета выделяются. Хотя полоса и так сверкает это. Сделаем вот так вот, пожалуй. Можно блеск убрать. А, это, кстати, сами покрышки, смотрите. Веталик добавить. Вот тут уже и диски, и покрышки, видимо, судя по всему, меняются цвет. Ну, вот так вот сделаем, короче. Мне кажется, нормально. Соответственно, с колесами мы тоже закончили. Ну и осталось сделать мигалки. Но, как всегда, этот последний элемент, который выглядит дерьмово достаточно. Но чисто для галочки, наверное, мы все же сделаем так же мигалки. Соответственно, как и всегда, мы просто ставим сюда вот наверх черный... Так, не-не-не, чуть кузов не перекрасил. Черный прямоугольник, и затем два синих туда встраиваем. Вот здесь вот, смотрите, все нормально. Не дублируется. Не дублируется фигура. Приблизительно вот сюда мы устанавливаем ближе. Вперед. Далее мы создаем новый слой. Добавляем. Меняем цвет. Делаем синий вот такой вот. И, соответственно, втыкаем вот сюда вот с одной стороны и с другой поближе к краю. Еще немного сместить при этом необходимо. Ну, где-то вот так вот. Так, теперь копия. То же самое с противоположной стороны делаем. Ну, и, собственно, наши великолепные мигалки, как всегда, готовы. Вот и все. В итоге у нас получилась несуществующая раска-раска пожарной легковой машина. Но, по-моему, выглядит достаточно симпатично. Что ж, на этом в таком случае мы будем заканчивать. Давайте все приобретем. Да, всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok